Приоритеты обозначены, профильные ведомства получили задачи. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Совету Федерации. В своей речи глава государства обратил внимание на ключевые моменты в политическом и экономическом курсе страны. Кстати, послание станет основным документом, которым будет руководствоваться как федеральные, так и региональные законодатели. Своё выступление Владимир Путин начал с внешнеполитического фронта, а именно с присоединения Крыма к Российской Федерации. Президент отметил, что это событие одно из самых значимых в этом году. «Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение, потому что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, и потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства». В связи с непростой ситуацией в мировом сообществе России необходимо уделить внимание обороноспособности страны. По словам президента, Россия, несмотря ни на что, будет открыта для мира инвестиций и реализации совместных проектов. Будет продолжено сотрудничество с Европой, Америкой, Африкой и странами Ближнего Востока. «Мы будем отстаивать многообразие мира, будем доносить для людей за рубежом правду, чтобы все видели настоящий подлинный, а не искаженный фальшивый образ России, активно продвигать деловые и гуманитарные контакты, научные, образовательные, культурные связи. И делать это даже в тех условиях, когда правительства некоторых стран пытаются выстроить вокруг России чуть ли не новый железный занавес». Мы сами никогда не пойдем по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности поиска врагов. Это все проявление слабости, а мы сильны и уверены в себе. Наша цель – приобрести как можно больше равноправных партнеров, как на Западе, так и на Востоке. Для реализации внешнеполитического курса необходимо хорошо знать внутреннее состояние страны. Здесь, в первую очередь, президент возлагает надежды на крепкую экономику. Применяемые санкции должны стать толчком к развитию конкуренции. Для этого Владимир Путин призвал отказаться от системы тотального и чрезмерного контроля. Малому бизнесу предложил предусмотреть надзорные каникулы, не проводить в течение трех лет проверок, если предприятие себя зарекомендовало и заработало хорошую репутацию. «Нам многое нужно сделать. Создать новые технологии и конкурентную продукцию. Сформировать дополнительный запас прочности в промышленности, в финансовой системе, в подготовке современных кадров. Для этого у нас есть емкий внутренний рынок и природный ресурс, капиталы и научные заделы. Есть талантливые, умные, трудолюбивые люди, способные быстро учиться новому. Главное сейчас – дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, в социальной сфере, в гражданских инициативах – это лучший ответ как на внешние ограничения, так и на наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они самостоятельные, как экономически, так и политически, тем выше потенциал России». Следующей темой в послании стала демография. В течение нескольких лет в России отмечается естественный прирост, констатировал глава государства. Поэтому поддержка семьи будет продолжена. В частности, материнский капитал отменять не будут. Кроме того, в 2015 году выплаты получат и в Крыму, где родится второй и последующий ребёнок. Здравоохранению, как основополагающей части демографии, нужно уделять особое внимание. «В этом году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые признана благополучной страной. Это государство, где средняя продолжительность жизни превышает 70 лет. На данный момент этот показатель в России превысил 71 год. Считаю, что у нас есть все основания уже в ближайшей перспективе увеличить среднюю продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой качественной динамики в снижении смертности. В этой связи предлагаю объявить 2015 год национальным годом борьбы сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности сегодня». Для воспитания здорового поколения глава государства призвал объединиться медицинским работникам, представителям культуры, образования, средствам массовой информации, общественным и спортивным организациям. Совместными усилиями эффективнее продвигать ценности здорового образа жизни. Владимир Путин ещё раз поблагодарил тех олимпийцев и паралимпийцев, которые достойно защитили честь страны на Сочинской Олимпиаде. Закончил президент своё послание словами «Мы готовы принять любой вызов времени и победить». Валентина Чибичик, Олег Хатанзейский, Игорь Рочев, Телеканал «Север».